История, которые люди мне сказали, или какие-то там сериалы, или фильмы, и я всегда думала, что будет солнце, и пальмы, и не знаю, что-то другое, но я приехала и была то же самое. Здравствуйте, меня зовут Хана, давайте будем всё решать. Всем гикродиэльс, поехали! Мне 18 лет, я живу в Штатах уже почти 3 месяца, и я выбрала вернуться, чтобы учиться. На самом деле у меня были очень многие варианты школы в Москве, где я бы смогла хорошо получить знания и науку и всё такое, но в конце дня у меня знания русского языка, да, я всё понимаю, но мне очень сложно бывает как-то всё сказать на весь сто. Всё, что у меня на уме, всё, что на сердце, я могу очень глубоко как-то выразиться, и это сталкивается с проблемами в школе, и особенно если я буду учиться на сценариста и директ-режиссёра, тогда мне надо как-то быть на весь сто, и там у меня бы такое не получилось. Также хотелось очень сильно как-то перейти на вот такой вот следующий шаг в своей жизни, начать что-то новое, быть в новые места, познакомиться с новыми людьми и построить просто такие вот отношения, где всё старое просто в прошлом. И да, это строить человека, но как-то не быть зацеплен вот в прошлом. Меня просто тянуло в Америку в этом плане, что я могу как-то заначать, вот. Так что, в принципе, в принципе, поэтому решила вернуться. Я живу в Огайо, штат такой. На самом деле мне очень интересно, потому что каждый человек в России, с которой мне знакомилась, которые знают об Огайо, они знают этот штат из-за того, что у них какой-то знакомый человек там живёт. Так что здесь очень многие люди из России почему-то переезжают, но это классно. Так что, да, в Огайо рядом город Акрин, это где-то час от Клиффлин, самый главный город в Огайо, скажем так. Чтобы ответить на вторую часть вопроса, я бы сказала, что я веду очень активный образ жизни. Я такой вот человек, что я не люблю просто сидеть и нечем заняться. Я чувствую себя как-то, не знаю, надо всегда что-то делать, что-то новое придумывать для себя, чем-то заниматься, что-то новое учить для себя. Поэтому из-за того, что я пока что не начала учёбу, у меня университет только начинается в сентябре следующих годов. Вот, поэтому пока что я учусь, чтобы получить сертификат, чтобы стать фитнес-тренером. И также я работаю сейчас в ресторане. Вот, так что всегда что-то новое, всегда что-то происходит, но я люблю такое. Это прям моё. Так что, да, очень активный образ жизни, я бы сказала. Да. Я когда... Когда мы вышли из самолёта, я просто подумала, самая первая мысль, это было, почему здесь то же самое, почему здесь так... Ну, почему небо серое, типа. Я подумала из-за того, что моё знание об Америке было только историей, которой люди мне сказали, или какие-то там сериалы, или фильмы. И я всегда думала, что будет солнце, и пальмы, и не знаю, что-то другое. Но я приехала, и было то же самое. Очень страшно. Я когда зашла в аэропорт, я очень быстро поняла, что это вообще другое место, что все говорят по-английски. И для меня почему-то это было немного шок, потому что я вообще к этому не привыкла. А потом мы ехали с Диадей, который меня... Он меня встретил, мы ехали на машине обратно домой, и я просто сидела и просто восхищалась, что, типа, я здесь, и я подумала, что это только будет мечта, что не будет никогда такой вот момент, что я реально в Америке, и реально буду здесь жить. Такой вот случай, который сложно как-то описать, описывать в словах, но это было прям после вот первого такой вот впечатления, такой вот волшебности и забываемое такое чувство, что, типа, я здесь, я тут, и я могу дальше двигаться. Это очень прикольно. Четвертый вопрос. Какое туристическое место посетили самим... Самим первым? Там гуляла, конечно, но из-за того, что пока что это коронавирус и все такое, мне нельзя прям выйти куда-то. Я прям очень хочу найти какие-то музеи, какие-то вот связанные с культурой, с искусством, потому что пока что я такое вот не нашла. Пятый вопрос. Какие были ожидания от Штатов и избились ли они? А если нет, то как сильно отличается Америка от той Америки, которую вы себе представляли? Ну, как я и изначально сказала, у меня представление было, ну, какое-то кино, где все идеально, где все просто... У меня есть сразу же друзья и место, где я люблю тусить и все такое. И у нас просто, не знаю, какие-то фотки из Пинтереста, где все эстетично и все красиво и мило, но первый месяц был очень грустный. И это так везде, типа, несмотря куда ты поедешь, а если ты не привык, надо вот такое вот время, такой вот блок, где ты пытаешься как-то, ну, понять, что вообще происходит и как-то привыкать. Здесь так, здесь все очень мило, здесь есть те же самые домики и парки и все такое, и магазинчики. Кроме этого, я бы сказала, что здесь что-то такое вот не хватает. Все очень просто и не хватает, что-то такое вот глубокое, красивое, и что прям трогает душу. Так что я сейчас пока что ищу, но все три месяца, которые здесь, я пока что его не нашла. Ну, я уверена, что его где-то есть, так что буду искать до того, как его найду. Так что, в принципе, ожидания не все, не сбились, но это нормально. Это бывает, и каждый человек, который переезжает куда-то, должен вот такой вот пережить и узнать, что реально и на самом деле происходит в стране или в городе, в котором он приехал. Я так считаю. Следующий вопрос. Как вам американская мечта и что это по вашему мнению? Ну, я думаю, что американская мечта, она слишком. В нем мне хватает душа какая-то. Это просто деньги, хороший дом, большая семья и машина, и какая-то милая собака. Для меня это не жизнь какая-то. Какой-то статус и деньги, и быть богатым, конечно, прикольно, но это, не знаю, все же остается какая-то пустота. И я думаю, что это хороший вариант, чтобы как-то построить себя как человек и чтобы как-то сделать все, о чем ты мечтаешь сделать, которые только деньги могут тебе покупать. Также я думаю, что она не нужна, чтобы жить какую-то радостную жизнь. Можно жить очень простую жизнь, в какой-то маленьком квартире с любимым человеком, но все же ты с любимым, и у вас хватает вот этого душа и теплость друг к другу. Я думаю, что вот это вот самое главное. А не деньги и машины. Это все в конце дня, это все исчезает. Я безумно благодарна, что я здесь. Ну вот реально. У меня все, что я бы мечтала иметь, у меня теперь есть. и наконец-то могу делать то, что я хочу. Но все же я поняла для себя, что моя проблема в этой жизни, которую мне надо улучить для себя, и такой вот урок, что я не могу избежать своих проблем. Надо просто с ними сталкиваться и сказать, здравствуйте, меня зовут Хана, давайте будем все решать. Потому что иначе, несмотря на где ты находишься, что тебя окружает, даже если ты считаешь, что если будешь переехать, что все твои проблемы просто будут исчезать, это не так. Надо все работать на сердце. Бывают, я скажу вот так, многие такие вот трудности, потому что, да, я не девочка, которая русская, да, я американка, но все же из-за того, что я всю жизнь прожила там, все же я не чистая американка, и я не понимаю совсем некоторые вещи, которые люди делают, они меня не понимают. Такое вот странное место, в котором можно находиться, никогда не будешь 100% вот этим человеком, где ты однажды жил, и никогда не будешь 100% вот человек, которым ты, ну, который ты родился, это неграмотно, неграмотно, но я надеюсь, что вы поняли, что я в середине, и так будет навсегда, и я просто осознала это, и я учила это урок, и теперь я не только благодарна, я также думаю для себя, что да, возможно, из-за того, что кто-то такой вот не хватает, но если я буду вернуться в Россию, чтобы получать вот то, что не хватает, будут те же самые проблемы, и просто надо работать на себе, и получать удовольствие через того, что я могу сама для себя создавать, и через отношения, которые я буду строить, и чтобы как-то закрепить вот это вот, чтобы я не всегда избежала своих проблем, иначе я никогда не буду радостным, всегда что-то не будет хватать. Я считаю, что у каждого человека есть свой собственный урок, и мой сейчас это просто быть счастливым, несмотря ни на что, что происходит вокруг меня. Восьмой вопрос. Вы получали образование в Штатах? Если да, то как сильно отличается американская система образования? К сожалению, я не могу на этот вопрос ответить, просто потому, что я пока что не посвящала школу в Америке, но надеюсь, что когда буду в школе, когда буду в университете, я смогу заснимать некоторые видео, как все есть, как все происходит, если есть какие-то разницы, но пока что, к сожалению, не могу ответить. Девятый вопрос. Как Америка повлияла на вашу жизнь? Стали ли вы жить лучше, или же наоборот? Ну, в плане внешности, я стала более как девочка, которая живет в Москве. Я очень скучаю потом, по тому, что в Москве, или просто, в принципе, в Европе, и все такое, все как-то более стильно одеваются, в плане того, что это не просто футболка и джинсы. Это немного ревнично, потому что, когда я жила в Москве, перед тем, как сюда переехала, я всегда жаловалась в этом плане. Типа, почему каждый день, если я хочу, чтобы люди как-то хорошо ко мне отнеслись, не грубо, мне надо там и макияж делать, и волосы, и как-то одеваться. Мне это очень сильно напрягло, что я не могла просто выйти без макияжа. А потом, я сюда переехала, и, ну, скажем так, когда я была в Москве, я очень сильно завидовала американскими девчонками, что здесь ты можешь реально просто выйти в пижамы, без макияжа, и никто на себя не смотрит два раза. Это нормально, это просто, ну, как, это просто как обычно. Но как только я сюда переехала, сразу же соскучилась, хотела как-то нарядиться, я купила себе шубу, я только ношу кадуки. Не знаю, очень легко отличать меня в толпе людей, потому что я прям такая вот, ну, наделаю свое там платье и шубу, и выхожу такая, ой-ой-ой. Вот, так что я очень соскучилась, поэтому, потому что здесь на тебя очень сильно палит, наоборот, если ты прям очень слишком как-то одет. Что вот это вот такой вот флип, такой вот ирония, это для меня забавно. А так, у меня со здоровьем, в плане медицинальной, все такое, стало немного лучше, надо бросить то, что у меня те проблемы, с которыми я сталкивалась там, у меня их больше нету. И я смогла как-то успокоиться и отдохнуть, и поэтому у меня все связано с этим, все лучше стало. И самый последний вопрос, десятый вопрос, что посоветуете тем людям, которые только планируют перерез в Америку. Сколько денег нужно иметь при себе на первое время? Я здесь, как я и сказала, живу давно, ну, почти три месяца, это долгое время, я бы сказала, достаточно долгий срок. Я только получила работу в прошлой неделе. За все три месяца, которые я здесь посещала, я искала работу, я звонила, я дала всем свою, как называется, бумажка с информацией. И вот ту работу, которую я получила, это были первые люди, которые мне обратно позвонили. Это очень опасно, слава богу, и я очень благодарна этому. Я живу с дедушкой, и мне, поэтому мне не надо платить за аренду, и также не надо платить за продуктами. Это он все делает, мне не надо было об этом как-то волноваться. Единственное, что мне пришлось купить себе, это вещи для гигиены и все такое. Ну, короче, вещи, которые только я бы купила для себя, а не для всех. Вот, так что в этом плане я бы сказала, надо заранее готовить очень много денег. Я не могу назвать какой-то цифры, потому что есть очень многие факторы, например, где ты, куда ты будешь переехать, насколько, чем ты будешь вообще заняться. Есть ли человек, который тебя уже ждет, а я имею в виду люди, которые могут тебя поддерживать, и также люди, которые, которые можно начать какую-то работу, потому что без этого очень сложно как-то начать. Не то, что сложно, просто нужно очень много терпения и время, чтобы как-то ну, стать человеком здесь, который самостоятельно живет в Америке. Я бы не сказала, что можно просто так сказать, типа, я хочу в Америку и переезжаешь, и все, надо очень, очень много и очень сильно заранее готовиться. Вот. Спасибо огромное, что меня пригласили, мне прям очень неприятно, я очень много для себя узнала через вопросы, просто потому, что одно, когда ты живешь и что-то делаешь, и другое, когда ты прям осознаешь для себя, как, насколько ты поменялся через всего этого. вот. Так что, спасибо. Если вы уже этого не сделали, поставьте лайк и подписывайтесь на канал внизу. Спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok